Сладкий перец это один из самых популярных овощей, так как обладает привлекательным внешним видом, имеет широкий спектр использования, а также его вкусовые качества на высоте. Единственный нюанс, что урожайность не всегда максимальная, так как перец по праву считается одним из самых привередливых растений. Только соблюдение всех правил может помочь перцу максимально обильно плодоносить и радовать богатым урожаем. О том, как правильно организовать уход за перцем, написано немало полезной информации, но тем не менее очень много жалоб на низкий урожай и плохое качество плодов. Именно поэтому хотелось бы разобрать самые типичные ошибки, которые в своей практике допускают огородники, тем самым сводят на нет все труды на участке. Первая ошибка это слишком ранняя посадка рассады в открытый грунт. Помните, перец это очень теплолюбивое растение, которое отзывается исключительно на тепло, поэтому спешить его высаживать побыстрее не стоит. Ориентиром должен служить показатель термометра, где шкала не опускается ниже 20 градусов. Если вы рискнете высадить рассаду раньше, будьте готовы к тому, что она будет иметь задержку в развитии. Ранняя посадка возможна исключительно под пленку или в теплицу. Вторая ошибка недостаток освещения. Перец категорически не переносит тень, поэтому выбор месторасположения растения очень важное занятие. Если вы заметили, что растение существенно вытянулось, становится ломким и часто клонится к земле, это первые признаки недостатка освещения. Далее следует ожидать малого количества плодов. Высадка рассады в открытый грунт это очень ответственное занятие, так как от него очень многое зависит. Старайтесь четко соблюдать схему посадки, так как это благотворно влияет на качество урожая. Между посадками следует соблюдать расстояние 25-30 сантиметров, а вот междурядия должны быть в два раза больше. Тогда плоды будут хорошо освещаться со всех сторон и смогут полноценно развиваться и наливаться. Также внимательно и осторожно следует относиться к корневой системе растения. Корень расположен не слишком глубоко, поэтому правильная посадка имеет особое значение. Главным признаком правильной посадки станет высадка рассады до семядольных листочков. Все, что ниже или выше, это фатальные ошибки, которые могут погубить весь урожай. Отсутствие опоры. Несмотря на то, что существуют не очень высокие сорта перца, тем не менее, из-за большого количества плодов практически все представители в итоге могут оказаться на земле, так как стебель не в силах выдержать огромную тяжесть. Ведь перец по своей природе является хрупким растением. Как выход, перец начинает облегчать свою участь, скидывая завязи или попросту прекращает развитие. Выход. Обязательно организовывать опоры, чтобы растение смогло комфортно себя ощущать и обильно плодоносить. Ошибки в пересадке рассады в открытый грунт. То, что следует соблюдать схему посадки и уяснить благоприятный момент, это очень важно. Но травмированный корень никогда не порадует обильным урожаем. Чтобы избежать печальных последствий, следует использовать метод перевалки при посадке. Таким образом, весь земляной ком со стаканчика с рассадой должен оказаться в ямке в открытом грунте. Лишь такая методика увенчается успехом. Ошибки во время полива. Перец относится к влаголюбивым растениям, но в то же время он не терпит избытка влаги. Поэтому, если вы настроены на результат, обязательно поливайте часто, но не слишком мобильно, так, чтобы увлажнять, а не заливать. Для перца лучшим вариантом станет капельный полив, который оправдан для этого растения. Повреждения при рыхлении. Рыхление почвы – это поистине очень важный момент в периоде роста любого растения, а перец – не исключение. Стабильный и регулярный поток свежего воздуха обеспечивает только рыхление, поэтому пренебрегать этой процедурой нельзя. Но помните, все, что много, то нездраво. Корневая система у перца расположена поверхностно, поэтому при интенсивном рыхлении вы организуете поток воздуха, но в то же время повреждаете корень, что в итоге приведет к гибели растения. Рыхлить землю нужно, тем более дважды в неделю, но не слишком сильно углубляясь. Лучшей альтернативой станет мульчирование, что обезопасит растения от сорняков, будет хранить влагу и в таком случае рыхление станет неактуальным. Недостаток удобрений. Подкармливать перец следует регулярно и качественно, так как растение нуждается не только в богатой почве, но и в систематическом подпитывании полезными веществами. Поэтому, если вы пренебрегаете подкормкой, это одна из главных причин низкого урожая. Помните, что за сезон вы должны удобрить перец как минимум дважды. Это через 14 дней после посадки и через 2 недели после первой подкормки. Можно удобрять как органикой, так и минеральными комплексами. Настой коровяка или птичьего помета – лучший вариант органики. А вот с минеральными удобрениями следует быть более внимательными, так как азот рекомендуют вносить на периоде адаптации к открытому грунту и формировании листвы, а вот фосфор с калием отличной подкормкой станут в период цветения и образования завязи. Сочетание нескольких сортов и видов перца на одном участке – это одна из причин некачественного урожая, так как растение хоть и самоопыляющееся, но при смешивании нескольких сортов оно переопыляется, поэтому конечный результат не всегда может быть положительным. Не сажайте сладкий и горький перец вблизи друг друга, так как есть вероятность получения из сладкого перца плодов с явной горчинкой. Соблюдайте правильное посадочное соседство. Отсутствие или ошибки борьбы с болезнями и вредителями. Перец подвержен атакам многих болезней и вредителей, поэтому особое внимание следует уделить первым признакам, так как они помогают на ранних стадиях бороться с основными проблемами. Существует множество профилактических и лечебных препаратов, которые успешно борются с очагами проблем. Загущенность основания перца. Для того, чтобы в период формирования завязи растение смогло все свои силы и питание направить на соцветия, следует освободить его от лишней листвы, ниже первого междоузлия. Не переживайте, растение благоприятно отреагирует на эту процедуру, если проводить ее утром, ведь солнце поможет в течение дня быстро затянуть все ранки и облегчить существование растения. Оптимальный возраст рассады перца 55-60 дней. Это стоит учитывать при определении даты посева. И есть еще один параметр. Семена на рассаду высевают в два срока в зависимости от времени созревания. Поздние сорта в конце февраля-начале марта. Среднеспелые и ранние сорта в середине марта. Перед посевом семена перца полезно замочить на 20 минут в теплой воде, около 40 градусов, а затем опустить на пару минут в холодную воду. Это закаляет будущее растение и поможет избавиться от вирусов. Семена можно высевать сразу, но надежнее их прорастить, завернув во влажную ткань и положить в теплое место. Как только наклюнутся корешки можно сеять, заодно вы отбракуете невсхожие семена. Перец высевают на глубину 1-2 сантиметра сразу в отдельные стаканчики. Он очень не любит пересадку. Также у перца полезно прищипывать самый первый цветок, тогда цветение будет обильным и урожай будет выше. После каких культур лучше сажать перец? Хорошие предшественники для перца это лук, огурец, многолетние травы, ранняя капуста. А вот после овощей из семейства посленовые, то есть томаты, перцы, баклажаны, физалис, перцы сажать нельзя, у них общие болезни, которые накапливаются в почве. Если вы не будете допускать основных ошибок на участке, то урожай перца вас обязательно порадует. А у меня на этом все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пока!